Девушки отдыхают Что у нас интересного? У нас единственное кафе в Одессе, сыроедное, которое все готовит без термообработки. Что значит без термообработки? Есть определенная сушка, которая высушивает наши хлебцы при температуре не выше 45 градусов, потому что выше уже не сохраняются селебные вещества, а ниже это как раз получается живая. Что значит живая? Если мы возьмем наши хлебцы и положим их в землю и польем водой, то лен прорастет. Вот это вот именно живо. Это показатель того, что они живые? Да. Отлично. Расскажите, что можно делать из семян льна? Из семян льна? Оздоравливаться, потому что семя льна содержит омега-3, омега-6, омега-9, а где наши салатные листы? И салатные листы содержат семена льна. Я, дорогие друзья, вижу здесь бородинский хлеб интересными такими катышками. В магазинах мы его привыкли видеть в таких кирпичиках, и здесь он выглядит немного по-другому. Кислородные коктейли – это сладкая пенка на основе сока, насыщенная кислородом. Повышает иммунитет, улучшает все жизненные функции организма. Повышает тонус. Полезно всем. Детям. Детям полезно, полезно, беременным, спортсменам. Всем, кто занят областной работой. Всех, кто хотят жить в тонусе, счастливо и богато. У вас тут интересные какие-то штучки. Это что? Мы ее разобрали, очень вкусно. Это индийская сомоса, очень популярное вегетариантское блюдо у нас. Сюда входят орешки кешью, бобовые, нут, изюм, картофель. Очень популярная вещь. А вот эти чудо-помидоры? Эти чудо-помидоры называются индийским гулаб джамун. Это известная популярная сладость. В Индии вываривается в сахарном сиропе. Вот. И пользуется популярностью. Это вегетарианский рис. Рис с известным, естественно, паниером. Это индийский сыр, овощи, изюм и, естественно, специи индийские. Куда без них. И вот эти вот котлетки, расскажите, что это такое? Такие котлетки называются овощной кебаб. Вот. Это овощи, это стручковый горох, это орешки кешью и, естественно, индийские специи. Это вегетарианское блюдо, очень малокалорийное. Оно обжаривается. Обжаривается маслом, но кукурузно-масли имеет свой вкус. Наталья, что за чудо-чай? Ой, это такой чудо-чай вообще. Он партнер олимпийцев олимпийской сборной варёвкой атлетики США. Это энергетик натуральный, который можно пить. Он не запрещен. Нет запрещенных компонентов в нём. И реально у вас будет куча сил, энергии, особенно с вашей работой, с вашим запалом, с вашим настроением. Это вам будет просто делать ещё более колоссальные успехи и результаты. Он растворимый? Он. Это запатентованный чай, который является растворимым. Но вы увидите, за счёт определённого сбора чая и определённой технологии, он не растворяется до конца, видны крупинки. И это говорит о его натуральности. Это нужно хорошо взболтать. Получается такой зелёный цвет. Он будет зелёного цвета чай? Да, он будет зелёного цвета, совершенно верно. Здесь ещё содержатся витамины, комплекс витаминов, что придаст вам заряд B30 реально на целый день. Мы с вами пьём с утра, очень довольны. У нас кубок мира. Мы почти семья. Мы сейчас опять у Серёжи будем хорошо. Серёжа. Очень вкусно и он сладкий уже, то есть он очень вкусный. Спасибо большое, человек, из-за кадра. Смотрите, она освежает, бодрит. Колбасы, сладости, хлебушек без дрожжевой, соки какие-то. Ну, магазин, конечно, имеет очень большой ассортимент в магазине продукции. А вот мы поймали Светлану Яровую. Это организатор этого всего действа, экофестиваля. Сейчас мы узнаем, какими силами он был создан и получилось ли, как довольны ли Света результатом. Ну, судя по количеству людей, которые сегодня пришло, несмотря на дождливую погоду, по-моему, наш проект удался в очередной раз. Люди пришли, люди довольны, люди улыбаются, люди кушают и слушают лекции и уходят с полными пакетами каких-то вкусностей домой. Соответственно, я думаю, что да, это не позволяет помещение. Хотела бы больше поучаствовать. Люди звонили, а вот у нас такая замечательная продукция, а вот мы тоже экологичная, вот мы тоже органичная. Но приняли мы где-то около 25 только представителей со своей продукцией, которую они презентуют и дают дегустировать, и знакомят людей со своей экологичной и органичной продукцией, товарами и продуктами.